Доброе утро! В эфире 12 канала новости. В студии Елена Бабкова и коротко о главном. Уничтожат почти полтора миллиона куриц. На крупнейшей птицефабрике региона выявили птичий гриб. Взрывы и огромный столб пламени. Причину пожара на газораспределительной станции в Дружино устанавливают спасатели. Опять в сухую очередная неудача Омского Иртыша в первенстве футбольной национальной лиги. Почему не удается обыграть с противников, рассказал главный тренер клуба. И все потому, что кто-то слишком много ест. Медведи на Аляске потеряли форму, но не аппетит из-за лосося. На Иртышской птицефабрике уничтожают поголовье. На предприятии обнаружен очаг опасного заболевания птичьего гриппа. Эту информацию подтвердил глава регионального министерства сельского хозяйства Николай Дрофа. По санитарным требованиям необходимо забить всех кур. Это почти полтора миллиона голов. Иртышская птицефабрика производила 60% яиц в Омской области. Кто заменит крупнейшего поставщика этой продукции на прилавках магазинов и супермаркетов, пока неизвестно. Специалисты в срочном порядке ищут компаний в других регионах, чтобы не допустить дефицита и резкого подорожания куриного яйца. Напомню, первый очаг птичьего гриппа выявили в Омской области несколько недель назад. Сейчас в зоне карантина 16 сел в 12 районах. Сотрудники МЧС выясняют причину крупного пожара на газораспределительной станции Вдружино. ЧП произошло накануне поздно вечером. Загорелись установки редуцирования природного газа. По словам очевидцев, были слышны взрывы, а пламя поднималось на высоту в 50 метров. Спасателям понадобился час, чтобы полностью потушить пожар. Пострадавших нет, но повреждено оборудование. Первый кран появился на стройплощадке новой арены. Работы идут по графику. Ледовый дворец должны достроить в 2022 году. После чего на ней пройдет молодежный чемпионат мира по хоккею. Планируется потратить 10 миллиардов рублей. Пять выделит федеральный бюджет. Еще столько же инвестирует «Газпромнефть». Возведение объекта началось именно на средства компании. Новый хоккейный сезон стартует 2 сентября. Попасть на матчи в Балашихе можно, но Роспотребнадзор из-за пандемии ограничил количество людей на трибунах. Зрителей может быть не больше тысячи. Арена же вмещает 5000 человек. Уже завтра безработные мячи начнут получать уменьшенное пособие. Его размер вернется на уровень до пандемии. Итак, минимальное пособие – 1725 рублей. Максимальное – 14 тысяч, но круг его получателей сократится. Исключение – индивидуальные предприниматели. У них максимальный размер пособия будет действовать до 1 октября. Напомню, во время пандемии на период 3-4 месяцев были увеличены выплаты неработающим гражданам. С июня по август сумма составляла 5 175 рублей. Дополнительные выплаты – 3000 в этот же период получали безработные мячи, имеющие детей. Омскую ангару готовят к запуску с космодрома Плесецк. Аппарат уже привезли для подготовки к летным испытаниям. Это будет второй в истории запуск тяжелой ракеты, произведенной на омском полете. Отправить в космос модуль планируют в ноябре этого года. Тогда же из Омска в Москву на финальную сборку и тестирование повезут третий носитель. Его запуск назначен на 2021 год. Ангару называют самой перспективной российской ракетой. С 2024 года ее полной сборкой займется омский полет. Это позволит сократить затраты. А омское предприятие наладит серийное производство и сможет выпускать по 10 ракет в год. Такой подход, по мнению главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина, обеспечит стране независимый гарантированный доступ в космос. Напомню, у Ангара новый класс модульных ракет, первую произведенную в Омске, успешно запустили в 2014 году. Еще шесть новых ФАПов установят в области до конца ноября. Их оборудуют в селах Большоуковского, Шербакульского, Муромцевского, Саргатского, Тарского и Большереченского районов. Деньги на это направят из регионального бюджета. Их удалось сэкономить при постройке 13 запланированных медицинских пунктов. Сооружения также будут модульными. Сейчас поставщики закупают необходимые комплектующие для сборки. Отмечу, что в этом году подрядчики сдали уже 10 новых ФАПов. В новом учебном году, который начнется уже завтра, родители не будут пускать в школы. Все собрания с участием ФАП и МАМ будут проходить в онлайн-формате, уточнили в Федеральном Роспотребнадзоре. Напомню, ранее ведомство отменило все массовые мероприятия в учебных заведениях, в том числе и в детских садах, с участием нескольких классов и групп до конца 2020-го. Более того, школьники не услышат ни единого звонка в школе. У каждого класса будут свои перемены, будут открыты дополнительные входы в здание. По возможности за классом закрепят отдельный кабинет. Все это меры предосторожности в связи с эпидемиологической обстановкой. Таковы общие рекомендации Минпросвещения и Роспотребнадзора. Сегодня в парке «30-летие ВЛКСМ» расскажут и покажут, как идет подготовка к открытию аттракционов. 2 сентября откроются уличные карусели. Посетителям необходимо быть в перчатках. После каждого гостя аттракцион обработают антисептиком. Где-то ограничат количество людей, где-то изменят схему рассадки. Помимо этого, напомню, 2 сентября открываются кафе и рестораны. А с 4 числа – кинотеатры. В Омск привезли первый троллейбус «Адмирал». В сети появились фотографии разгрузки машины в депо на Красном пути. Пока неизвестно, когда машина выйдет на маршрут. Ну а вообще, до конца ноября в город доставят партию «Адмиралов» – 33 троллейбуса. Новые низкопольные машины станут курсировать между ЖД-вокзалом и Чкаловским, а также между ЖД-вокзалом и нефтезаводом. Куплена современная техника на деньги федеральной субсидии. Контракт с лизинговой компанией заключен. Адмиралы обойдутся городу на треть дороже заводской цены. Не стало легендарного ветерана-участника двух войн Ивана Ивановича Смирнова. Соболезнования родным и близким фронтовика выразил губернатор Александр Бурков. Цитирую. Иван Иванович был достойным представителем прославленного поколения победителей. Он с честью прошел через испытания двух войн и в мирное время посвятил себя служению Отечеству и народу. Его имя навсегда останется в истории нашего региона. Конец цитаты. В декабре 1939 года Иван Смирнов добровольцем вступил в ряды Красной Армии. Воевал в составе 212-го особого легколыжного разведывательного эскадрона. Войну с Финляндией закончил в тылу противника в марте 1940-го. А с декабря был направлен на учебу в Военно-транспортную академию вооруженных сил. После сражался на Украинском фронте. Участвовал в освобождении Венгрии, Болгарии и Австрии. Награжден орденами Красной Звезды и Отечественной войны второй степени за заслуги перед Отечеством, медалью за боевые заслуги и 20-ю юбилейными медалями. 12-й канал выражает соболезнования родным и близким ветеранам. Сегодня последний день, когда можно высказать свое мнение за место установки стелы «Город трудовой доблести». Сейчас в голосовании лидирует Парк Победы. Его выбрали 43% мечей. За ним следует площадь у памятника труженикам тыла. За нее проголосовали почти 37%. За расположение у больничного переулка почти 20%. В выборе места установки мемориала активно участвуют ветераны. Не все из них являются пользователем интернета, поэтому общественные организации провели для них собрание и записали мнение. Напомню, проголосовать за одну из территорий можно на онлайн-сервисе «Активный горожанин». Американский врач-диетолог назвала три важнейших витамина для крепкого иммунитета. На первом месте витамин С, поскольку он стимулирует иммунную систему. При его недостатке человек более восприимчив к различным заболеваниям. Хорошая доза витамина С есть в апельсинах, грейпфрутах, мандаринах, клубнике, перце, шпинате, капусте и брокколи. Для крепкого здоровья потребуется витамин В6. Его можно получить, включив в рацион курицу, рыбу, зеленые овощи и нут. Третьим не менее важным витамином для иммунитета считается витамин Е. Его недостаток можно восполнить, ежедневно употребляя орехи и шпинат. Однако врач предупреждает советы только для тех, у кого нет аллергии на эти продукты. Врачей следует включить в состав экипажей самолетов, выполняющих рейсы длительностью больше трех часов по России. Такое обращение на имя министра транспорта направил один из общественных активистов. В письме указано, что члены экипажа не всегда могут оказать оперативную и необходимую медпомощь человеку, которому стало плохо. А также принять решение об экстренной посадке лайнера и госпитализации, в отличие от квалифицированного специалиста. Кстати, пилоты эту инициативу не поддержали. По их мнению, оказать подобную помощь пассажирам вполне способны бортпроводники. Медицинский курс входит в их подготовку. Самой желанной страной для путешествий после пандемии коронавируса оказалась Япония. Результаты исследования появились на сайте Ассоциации туроператоров России. 82% путешественников признались, что планируют отправиться за границу, как только наладится эпид-ситуация. При этом 46% мечтают совершить поездку именно в Японию, а 22% в Южную Корею и 17% в Тайвань. В Омск сегодня день мобильного пассажира. На вокзале Омск-Пригород расскажут о преимуществах использования мобильных приложений для оформления проездных документов и правилах покупки электронных билетов. Провести такую акцию решили из-за непростой эпидемиологической ситуации. Ведь любой бесконтактный метод, будь то приобретение билета онлайн или бесконтактная оплата на кассе, это и удобно, и безопасно. Узнать о современных способах покупки можно с 13 часов. Сегодня день блога. Идея отмечать праздник появилась в 2005 году, когда активные пользователи LiveJournal смотрели в слове блог цифры 3108. И действительно, если посмотреть на английскую раскладку клавиатуры, получается эта комбинация. Инициаторы праздника призывают посвятить его знакомству с товарищами из разных стран. Для этого написать короткие рецензии о пяти разных блогах и 31 августа опубликовать эти записи у себя со ссылками на авторские страницы. На сегодняшний день благосфера и российская, и общемировая – это самая быстрорастущая часть интернета, которая в последнее время показывает практически троекратное увеличение за год. В мире насчитывается больше 75 миллионов блогов. Август. Для новогодних волшебников в Лондоне начались занятия в школе Санта-Клаусов. Уроки проводятся раньше, чем обычно, потому что сантам надо привыкнуть к новым аксессуарам, защитным экранам, маскам и перчаткам. А еще в классах социальная дистанция. Дедушек на занятиях учат, как правильно смеяться, аплодировать и вежливо общаться с детьми. Есть ли такие курсы для отечественных Дедов Морозов, пока неизвестно. Иртыш вновь потерпел поражение в первенстве футбольной национальной лиги, не забив в матче ни одного мяча. На этот раз и мячи уступили брянскому «Динамо» со счетом 0-1. Единственный гол на 15-й минуте ударом из-за пределов штрафной забил полузащитник Павел Баранов. На пресс-конференции после игры главный тренер Сибиряков Владимир Арайс подчеркнул, что все дело в нереализованных моментах. Мы очень расстроены, потому что тот план, который мы на игру выбрали, ребята его выполнили, у нас было достаточно моментов для того, чтобы забить. Но забить не можем, поэтому пока нет результата. После шести туров Иртыш с одним очком по-прежнему занимает последнее место в турнирной таблице. Следующий матч наша команда проведет 5 сентября против «Нефтехимика» в Нижнекамске. Начало в 21.00 по омскому времени. А сейчас время хороших новостей. Медведи на Аляске необычайно растолстели. Каждое лето и осень животные нагуливают жир, чтобы подготовиться к суровой зиме. Чем толще будет медведь, тем легче ему будет перенести холодное время года. Вот только в этом году мишки, видимо, переели. Очень упитанных, косолапых запечатлели камеры наблюдения, установленные в Национальном парке и заповеднике Катмай. На одном из видео медведь не может выбраться из реки на берег, ему мешает живот. В другом ролике бурый неповоротливый толстячок садится на камни в реке, потому что ему тяжело стоять. Эксперты предположили, что причина такого набора веса в обилии лосось-сенерки. Я точно убеждена, что лакомство для вашего питомца должно быть не только вкусным и удобным, но самое главное полезным и безопасным. Лакомство от компании Киока отвечает всем вышеуказанным требованиям. Далее прогноз погоды, но все наши новости доступны в социальных сетях ВКонтакте, Инстаграме, Одноклассниках и на Ютубе. Найти их можно и на сайте 12kanal.rom. Там же мы выкладываем и полные выпуски программы «Час новостей». Оставайтесь с нами. Майонез Мерси. Смотрите, как яйцо простое превращается в майонез золотистый и густой. Майонез классический Мерси. Скорее к столу неси. Спонсор прогноза погоды ИП Севкова Марина Балакановна. Выставка продажа теплиц в Омске. Сегодня, 31 августа, в Омске ясно. Днем до 29 градусов выше нуля. В области дождь. Дневная температура до плюс 24. Ветер юго-западный 2 метра в секунду. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба. Осенью поставь теплицу в огород. Сосед весною ждет тепла, а у тебя уже растет. Выставка продажа теплиц в Омске. Доставка бесплатна. Монтаж быстро. Скидка на монтаж 30% и парник в подарок. Площадь у кит интерьера и континента. Телефон 50 50 23. Далее на 12 канале программа «Местные жители». Ну а мы увидимся в 14 часов. Я не прощаюсь. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!